И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашей мини-игре, нашему ивенту с планетами. И сегодня у нас уже появилась информация, видос выходит в тот самый день, когда у нас уже в игре стартовал данный ивент, но за день до этого, в момент записи этого видеоролика, у нас уже появилась инструкция к мини-игре, я хотел бы ее вам показать, я думаю, что многие ее не видели, многие еще не знают, как все это дело работает, заодно показать, сколько энергии нужно, чтобы пройти весь ивент, ну и более подробно пройтись по самой мини-игре. Я думаю, что я бы не записывал бы, скорее всего, этот видеоролик, если бы у меня была бы возможность пройти этот ивент самому, но в связи с тем, что такой возможности в этом году быстрого прохода у нас нету, я полноценно сделаю обзор всего из этого видеоролика, и по этому видосу можно понять абсолютно все. Здесь даже рассказывается, но мне, наверное, даже лучше рассказать самому и на каких-то моментах притормозить. В общем и целом, сначала у нас здесь показываются эти замечательные комиксы, есть сайт игры, на который вы заходите, и при регистрации попадаете на саму планету, по которой вам нужно делать ходы. Все выглядит банально просто, написано, что изначально у вас 0 шагов, всего их 89, вы накапливаете энергию за счет спецпаков, за счет заданок, и начинаете уже поход по вот этой вот замечательной мини-игре. Здесь, в принципе, и рассказывается о том, что где можно получить энергию, спецпаки, непонятно только пока, что сколько энергии можно получить из ежедневных миссий, но говорят, ребята, что на тестовом сервере по 4 энергии дают за одну заданку, соответственно, не так много этой энергии будет. Но если учитывать тот факт, что у нас есть еще супермиссии, то все, в принципе, неплохо в этом плане. Хотя, в принципе, в момент видоса вы уже и так знаете, сколько энергии у нас дают, да, я еще просто этой информацией не владею. Ну и всего у нас 89 ходов. Здесь при инструкции прошли 88 шагов в целом и потратили на это все дело. Посмотрим, сколько энергии. Рассказывается о том, как все это дело шагается. Все работает довольно-таки просто, что вас может кинуть за 10 энергии на плюс 1, плюс 2, плюс 3. И вот на вот эти вот замечательные планеты, где есть такие осколочные метеориты, которые вот, например, сейчас даже обведены, там есть шанс 50 на 50, что вас либо может откинуть на минус 5 шагов, либо вас не откинет. То есть, по сути, у вас не будет такого, как было у нас раньше, то, что, например, там на любом ходу тебя может откинуть. То есть, сейчас здесь сразу понятно, на каком шагу тебя может откинуть, на каком тебя 100% не откинет, да. И, по сути, если тут посмотреть, то таких планет и ходов, где тебя может откинуть, их довольно-таки мало. По чекпоинтам все по дефолту с первого краска. Дальше у нас здесь человек заформил, сколько получается, 50 танкоинов с первого, 800 со второго. Дальше броник кризис 60 контов. И на пятом чекпоинте не написано, да, сколько там еще награды. А, там не дошли просто до конца. Но, в целом, что я могу сказать? В целом, я могу сказать, что... Неплохо. Неплохо, очень неплохо, да. То есть, есть дополнительная формилка. Если до шестого дойти, то там в сумме можно заформить, сколько тут получается. 80 контов. Плюс, если учитывать те контейнеры, которые с супермиссией, по контейнерам какой-то сотик прибавляется. И если учитывать тот факт, что на ивенте надо сделать всего 89, ну, получается, как бы 80-10, 9 планет, да. То есть, ну, это может быть 89 ходов, если вас не откидывает ни разу назад. Ну, вот, например, здесь на инструкции у молодого человека 133 хода. И за эти 133 хода ему... А, кстати, там было показано, сколько с последнего чекпоинта заработали танкоинов. 4000 танкоинов, нифига себе, с последнего чекпоинта. И 126 контов, ну, не кисло, не кисло. И здесь показывают, что до последнего чекпоинта, сейчас будет под конец видоса, то, что потрачено было 1400 вроде как танкоинов, если я не ошибаюсь. Ну, и здесь, в принципе, показываются все эти предметы, которые можно получить, что можно заформить, как пройти. Все максимально гениально просто и без никаких траблилсов. Так, ну и вот. Нет, это еще не этот момент. Тут показывается гараж. И вот тут как раз-таки показываются все эти самые замечательные планеты. И сейчас под конец видоса можно будет увидеть то, сколько энергии нужно, чтобы дойти до конца. Да, вот тот самый момент. Нет, это еще не тот. Вот сейчас будет оп. 88 из 89 пройдено, то есть остался последний шаг и молодой человек на 132 ходу. То есть всего надо, там нету планетки, последний шаг, всего надо, было молодому человеку потратить 133 хода. 133 хода. Это получается 1330 энергии. Да, 1330 энергии. Сколько на это надо потратить танкоинов? Если покупать только спецпаки, то это будет... Сколько у нас получается? 13 спецпаков. 13 спецпаков. Ну, по танкоинам это вообще бомбически жестко. Там вроде как сотку, да, дают за большой. Да, за 20к дают сотку. То есть это надо, если просто чисто на танкоинах проходить, то это надо потратить 13 на 20. 260 тысяч танкоинов, чтобы пройти ивент. Но! Не забываем то, что есть возможность фарма энергии с супермиссией, с обычных заданок. Тумми там, ну, наверное, где-то около трехсотки можно зафармить. Но все равно это очень много. То есть 200, даже если все пройти, и 200 тысяч танкоинов, чтобы пройти ивент, еще непонятно, насколько сильно этому молодому человеку везло в этом ивенте, да. То есть здесь еще очень многое зависит от твоего везения. Здесь может тебя как-то откинуть на метерочку, может не откинуть на пятерочку. Да, то есть здесь есть где-то твоя удача, но 133 хода у него получилось. То есть в сумме, ну, наверное, где-то надо рассчитывать на полторушку. На полторушку это чтобы пройти весь ивент. По этим чекпоинтам не особо сильно я понимаю, где чекпоинт с броненосцем и сколько до него шагов надо, чтобы дойти. Если бы это было бы видно, то было бы, конечно, круче. но я думаю, что, наверное, где-то около тысячи. Плюс-минус, если у нас всего 5 чекпоинтов и 89 шагов, ну, наверное, да. Если 89, туда-сюда, бэм-бэм, двадцатка, ну, наверное, да. Где-то, короче, тысяча. Тысяча смело, тысяча точно надо. Больше тысячи, я думаю, что даже надо. Это и замечательная энергия, чтобы пройти весь, потребовалось, ну, да, наверное, где-то надо полторушку. Надо рассчитывать на полторулик. То есть, 133 хода, это, конечно, могло повезти, а может, наоборот, будет чуть проще пройти. К сожалению, конечно, нельзя этого сделать самому быстро. Но, в общем и целом, вся картина по ивенту, по этому видеоролику, ясна, что можно заформить, что получить, каким образом, и как это все дело у нас вместе с вами будет работать. Поэтому, я лично надеюсь, очень сильно на свою удачу. Я надеюсь на то, что мне не будет попадаться часто вот эти вот планеты и откидывать меня на минус 5. Но, самый важный момент, что тебя дважды не может откинуть с одной точки. То есть, если тебя, например, один раз откинуло с этой точки, то второй раз тебя с этого метеорита уже откинуть не сможет. То есть, ты его пройдешь. Ну, и самих этих метеоритов, по сути, ну, не такое большое количество здесь имеется. Соответственно, я думаю, что будет реально все это дело пройти безболезненно. Единственный вопрос только в том, сколько энергии придется потратить и хватит ли мне вообще на все это дело удовольствия. почему-то мне что-то подсказывает, что полторушку, ну, ладно, даже если не полторушку, тысячу, тысячу энергии, даже если вот тысячу энергии взять, тысячу энергии это очень много. Это прям безумно много. А если это безумно много, то это жестко, прям нереально жестко донатный ивент. И к моему огромному сожалению, у меня до броника дойти шансов прям вообще понты. вот если вот реально будет все так работать, как здесь показано, то шансов прям очень и очень мало. Но будем смотреть, будем надеяться. У меня вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу вот этого замечательного ивента, да, во-первых. А во-вторых, интересно вам было бы, чтобы я записывал ежедневно либо там раз в два дня видосы по своему основному аккаунту и делал именно на видос шаги по этому ивенту, да, и делился с вами, как у меня продвигается там, как у меня все идет. Если вам это интересно, то обязательно напишите по этому поводу в комментариях, ну и поддержите видеоролик лайком. Это мне, так сказать, покажет, интересен вам подобный контент, будет или не интересен. Если будет хорошая активность, то я постараюсь пробовать все это дело уже завтра записать для вас и поделиться тем, как я уже буду ходить в этом замечательном ивенте. Но по этому видосу могу сказать, что скорее всего это будет нереальнейши жесткая донатная ивентовая тема. Потому что ходов много, ну и энергии надо потратить тоже очень и очень много. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь, друзья, на канал, кто еще вдруг не подписан, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.